Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня у нас будет расклад интересный на тему такую душесчипательную. И сегодня особенность этого расклада в том, что он на не Таро сделан. Да, одна из колод, вот у нас Арканы, она в целом вроде бы как позиционируется как Таро. Есть у меня на нее обзоры на остальные колоды, которые участвуют в этом раскладе. Но в любом случае здесь сочетание изображений игральных карт и того, что касается старших Арканов, а также фигурных. Поэтому если вас интересуют те колоды, которые в видео есть, просто заходите в плейлист обзоры колод Таро и Оракулов и смотрите. Там все замечательно рассказано, что за колода, какая она, как трактовать многие Арканы из нее и так далее. Это к вопросу о том, что люди просятся на обучение периодически. Я говорю о том, что вам реально будет просто гораздо эффективнее взять и посмотреть обзоры колод и посмотреть общие расклады, на которых вы можете научиться. Потому что общий курс есть у меня, но я решила его не продавать, потому что сейчас все воруется, выкладывается, где попало. Поэтому я считаю, что если человека интересует какая-то информация, это либо только индивидуальные занятия, на которые вряд ли у меня найдется время пока что. Ну и варианты, когда человек сам находит то, что даже есть бесплатно, в том числе на моем канале для обучения. И это просто один из самых эффективных вариантов. Сегодня для того, чтобы разбавить вот такой почти монохром, присутствуют яркие фигурки, наши любимые. Это и ананасик, который пойдет на вторую позицию. Это и зеленый виноград, который уйдет на первую позицию. И атомная клубничка, наиатомнейшая, она уйдет у нас на позицию номер 3. Вот такая выкладка, можете загадывать, как вам соблаговолиться. И по порядку выкладки, по порядку открытия. Но по фигурке, возможно, кому-то интереснее. Главное, чтобы свою информацию получили. Если вы хотите индивидуальную консультацию, любой ваш вопрос я могу рассмотреть в вашем личном видеофильме, который будет только для вас доступен. И вы сможете к нему возвращаться периодически и пересматривать. Потому что я всегда говорю, когда человек посещает торолога, он посмотрел, послушал, вышел потом и забыл все. Но не обязательно торолога, это может быть любой мантик. И те, кто на кофе, например, предсказывают и так далее. Но человек выходит за порог, он забыл практически все, что ему говорилось. Здесь же вы можете открыть, пересматривать, опять же, вести для себя какую-то статистику. Насколько у вас сбывается, насколько отзываются вообще вопросы, которые касаются работы с данным практиком. На мой взгляд, это самая честная вариация того, как мы можем с людьми работать. Ну что же, для тех, кто выбрал позицию номер 3, давайте начнем сегодня с нее. И посмотрим, что же будет у нас дальше. Что нам расскажет наша атомная клубника, замечательная, великолепная. Что же тут у нас за паршивец, да, вообще есть ли? Ну, вы знаете, я вам могу сказать, что здесь паршивцем может быть ключевое. А лицо сейчас вам не понравится. Зачастую тем, кто себя загадал, может не понравится то, что я скажу. Скорее всего, здесь отражение того, что вы сделали когда-то, или то, как вы видите мир, отражается сейчас в вашу сторону. Это больше своеобразное зеркало того, что происходило. То есть, может быть, вы были чем-то недовольны. И особенно, если вас сейчас резануло в этот момент, и вам захотелось меня убить, то вам нужно очень внимательно как раз-таки смотреть этот вариант. И более того, желательно будет вернуться и пересмотреть его еще потом на холодную голову разок или два. Вообще, интересная здесь история. Скорее всего, у кого-то даже выйдет так, что главным паршивцем может играть роль главного паршивца, сам загадавший эту позицию. Такое, да, вот такие фейлы у нас. Это не фейл, это просто эпичная ситуация. Они такие, конечно, встречаются. И здесь карты говорят о том, что, скорее всего, либо человек вам мстит, либо пытается своим поведением показать, как вы не правы. Это вот из области, допустим, «Ну вот, Машенька, я тебя тоже дурой назвала. Вот тебе приятно? Ты меня когда обзывала, ты об этом думала?» То есть здесь больше такая позиция человека, который пытается весь негатив, который от вас пришел к нему, любого характера, бытового или любого другого, он просто вам пытается все это отзеркалить, показать. Может быть, человек что-то неправильно понял в свое время, но он противничает. Скорее всего, осмысленно. То есть человек понимает, что он делает. И он пытается таким образом как будто бы пролечить вас от каких-то неясных вот таких шагов в свой адрес. Причем человек может быть даже младше. Человек может быть огненного знака, достаточно стремительный, подвижный. И при этом для возраста этого человека у него достаточно такой въедливый и активный ум. Причем, ну вот здесь вот ключевой момент, что человек несет вам своим поведением определенное сообщение. Он несет вам своим поведением определенное такое вот наставление. Не в том плане, что он советы вам какие-то дает, а просто вы видите его поведение, и вы должны сделать правильные выводы из того, что этот человек сейчас творит. Может быть, это то, что на голову не натянешь, по вашему мнению. И сову на глобус тоже тянуть трудно. И вам кажется, что именно это и происходит. Но человек реально вам отображает очень красиво некую ситуацию из вашей жизни. Причем я вам могу сказать так, что человек очень плохо о вас и не думает. На сегодняшний день, у кого-то, кстати, что старше, что мало может проиграться. То есть либо молодой человек, либо гораздо старше вас. Но гораздо старше это будет в редких здесь вариациях. В основном кто-то из младших может так себя вести. Человек не считает вас плохим. Человек может даже считать вас хорошим, удачливым, достаточно правильным. Но при всем при этом у него горит в одном месте постоянно. И вот он пытается с завидной регулярностью вот такие вот вещи. Причем он может повторять даже одно и то же. Вы видите и говорите, о, Антоша, где-то я уже это видел. Ты опять это же делаешь у нас. Молодец. То есть даже человек может именно играть определенную роль в тот момент, когда вам нужно получить вот такое психологическое сообщение. Для вас-то что в этом? Ну, вы знаете, это будет продолжаться, и давление это будет продолжаться. И вы будете сталкиваться достаточно четко вот с этим, пока вы не совладаете с собой. И здесь вы можете действительно сталкиваться с некрасивым поведением людей, которое может отображать, если не ваши поступки, то ваши какие-то скрытые мотивы и внутренние порывы в определенные моменты, которые отображались в вас. Вот такое тоже здесь очень даже может быть. Давайте, что вам делать там? Ну, собственно, из расклада и так понятно, что вам делать. Но мы можем уточнить, почему бы нет. Ну, смотрите, залипать в этом состоянии как-то и видеть только то, что на поверхности не нужно. То есть здесь вам не поможет какой-то официоз, даже если вы будете говорить, Дима, ты сделал вот сейчас какую-то гадость и прочее. То есть если вы будете показывать только на то, что случилось сейчас, это как вы знаете, макать кошку в туалет, вернее, рядом с туалетом, если она нагадила, при этом вы неделю не убирали у нее в туалете. И вот здесь такая история, что кого еще надо макать в этой ситуации. И здесь не нужно показывать, что вот ты сегодня поступил плохо. Посмотрите на то, что предшествовало этому и настраивайтесь на оптимистичный лад, потому что у вас вообще хорошая возможность выйти из этой ситуации. Вам в любой неприятной даже ситуации здесь поможет. Может быть, у кого-то реально есть талисман, который приносит удачу, и вы его носите. Такое запросто может быть. Какие-то добрые пожелания, добрые слова, сказанные вами, людям или людьми вам. Это все будет играть только в вашу пользу здесь. И это будет хранить вас как раз таки в тех ситуациях тяжелых, когда вы теряете управление над тем, что происходит. Но в целом у вас, кстати, вы можете сейчас особо не распространяться, если получили какие-то деньги. Не рассказывайте о каком-то финансовом плюсе в вашей жизни, потому что здесь это может начать обсуждаться. И обсуждаться это будет достаточно долго, достаточно в некрасивом таком оттенке, а вам оно, я думаю, что не надо. Но, впрочем, каждому решать для себя. То есть, может быть, кто-то кольцо с 50 бриллиантами выложит в различные соцсети и будет всем хвастаться, и без разницы, что от этого может быть какой-то негативный всплеск в отношении этого человека. Я еще раз говорю, что каждый человек может поступать так, как он хочет. Вообще легко так, как он хочет. Но просто человек должен понимать, что у всякого нашего поведения в рамках того, что мы творим, совершаем, естественно, есть определенные результаты, определенные последствия, которые, возможно, не заставят себя долго ждать. Для тех, кто выбрал позицию... А давайте ананасик наш посмотрим, что он нам расскажет. Что у нас здесь с ананасиком? Ну, смотрите, здесь у вас реально есть паршивый человек-истеричка, с которым вы можете даже прервать отношения в какой-то период времени. Вроде бы договорились, вроде бы все понятно, что кто дальше должен делать. Но здесь может сложиться так, что человек взял просто и повел себя неправильно в определенном ключе. То есть вы договорились, вы знаете, что Саша должен туда-то поехать такого-то числа, что-то отвезти или что-то сделать, а Саша берет и не едет просто. И в итоге получается, что вас подводят, и подводят достаточно серьезно. От этого может накипеть, наболеть какой-то достаточно жесткий скандал. Причем это истеричкой может быть и мужчина, но у большинства все-таки будет выходить женщина. Женщина достаточно молодая, капризная, вроде бы настроена по деловому и разговоры она может вести, красивые о работе. Они вроде бы будут деловыми и обещающими деньги, но при всем при этом, скорее всего, самих денег или какой-то прибыли вы не получите. Здесь что вы можете получить с этим человеком? Вы можете получить эмоции, вы можете получить непередаваемую какую-то историю подготовки, какого-то события, но не ждите, что от этого будет какая-то прибыль. Это может быть предложение об открытии бизнеса или начале ремонта, или давайте мы вместе что-то сделаем. Например, если соседи в каком-то МКД решили клумбу красивую сделать, и вот они договариваются, и там какая-нибудь Верочка бегает больше всех, рассказывает, что вот сейчас я розы с дачи привезу, у меня там такие шикарные кусты, вот я ее сюда привезу, посадим. И она может все это красиво, очень смачно рассказывать, но в конечном итоге, когда все там сажают, купили по своей ромашке или по какому-нибудь тюльпанчику, она ничего так и не привезла. Но разговоров было, столько разговоров, что прямо вот мама не горю, вот такой человек есть. Но это все на эмоциях, человек легко такой вот возбудимый эмоционально. Но как всегда от него, знаете как, новости могут быть хорошие, а результата позитивного в конечном итоге вы не дождетесь. То есть разговоры сами по себе вроде бы они и неплохие, но как только вы начинаете с деловой точки зрения с ней разговаривать, или с серьезными людьми, как только она сталкивается, начинается тут же недопонимание, начинается вражда. И если человеку здесь на вид поставить, что там ты знаешь, Ален, ты не сделала то, что ты обещала, а тут же у человека срывается вся вот эта вот маска благоденствия, благодетели какой-то, и человек начинает просто вспыхивать и орать, да вы все тут дебилы, вы не понимаете, да я одна тут хорошая. Поэтому вот с таким можете тут столкнуться. Ну и здесь, да, про паршивого человека в целом распад неплохо отыгрывается. Человек, кстати, не считает, что у вас какое-то огромное количество денег, которое бы можно было вложить в дела, которые могли бы вас объединять каким-то образом. Но здесь очень интересный момент есть, по поводу которого она считает, что вокруг вас есть другие люди, и их руками можно загрести жар. Какой-то ненависти большой к вам нет, но могут быть красивые разговоры, где вот опять же, про денежные, деловые какие-то разговоры ничего дальше не пойдет. То есть вот, например, хотели там по поводу детской площадки написать в администрацию, например, обращение. Она бегала, орала громче всех, что нужна детская площадка, что как же наши дети, они же вот должны там где-то играть и так далее. А когда доходит дело до того, чтобы поехать, например, отвезти это заявление или подписать, она сразу же дает заднюю. Она сказала, ну что, кроме меня некому, вот людей полно, вот пусть они делают. То есть здесь можете легко столкнуться с такого рода поведением человека. Я бы не доверяла такому товарищу. Более того, может вас еще лбами столкнуть с некой дамой. И причем может на денежном фоне. То есть кто-то на что-то собирался, например, улицы и собрались для того, что, ну не знаю, что там сделать. Какую-то клумбу поставить там или что-то еще. А она может рассказать, что там вы что-то недоздали или кто-то сдал больше. То есть вот ходите, людей еще между собой сталкивать лбами и очерняет, например, или вот там, допустим, Наташа собирала деньги у нас в доме, а теперь что-то, я думаю, не присвоила ли она себе. То есть здесь вот может быть обвинение других людей, даже которые делают хорошее дело. То есть здесь непорядочный человек реально стоит. Что-то для вас давайте посмотрим, что. Вы знаете как? Желательно вам в неофициальном порядке с ней никуда не ездить и не решать каких-то дел. Только при свидетелях, если какие-то даже далекие, допустим, мероприятия по времени или поездке, есть на всех неприятных каких-то разговорах должны быть рядом свидетели. Желательно вам, если есть мужчина, достаточно молодой, с таким нравом, сангвиника, скорее всего, то лучше вам находиться с этим человеком рядом. Если такого человека рядом нет, то карты говорят о том, что только при свидетелях, только в официальном порядке. Или если какие-то разборки, там сперва вызываете, допустим, полицию или приглашаете какое-то ответственное лицо и только потом при нем уже ведете разговор с этим человеком. Иначе ваши слова могут просто быть перевернуты 200 раз и в конечном итоге вы увидите совсем не то, что вы говорили. То есть вас могут вообще подвести к тому, что вы говорили одно, а рассказывать всем будут, что абсолютно другое здесь было. И вы можете потом стоять и думать, а тогда я вообще такое говорил или говорила. Такого вообще же не было. Позиция 1, 2, 3, компот, компот линча у нас половинно-торошный. Посмотрим, что сейчас у нас здесь будет. Есть ли в вашем случае паршивый человек? Ну, вы знаете, я бы сказала, что здесь, кстати, кто-то перекочевал из предыдущего расклада, либо ситуация может быть чем-то похожа на предыдущий расклад. Здесь, вот знаете, для кого-то с детьми проблемы или ребенок растет не совсем таким, как вы хотели бы его видеть. Или это, допустим, соседские подростки какие-то, которые причиняют определенный дискомфорт. Но здесь можно однозначно сказать, что человек, можно ли назвать паршивым, посмотрим чуть позже. Но в данной ситуации человек однозначно инфантилен. Человек не тот, на кого можно положиться. 7 пятниц на неделе, очень взрывной темперамент. Падок на деньги и может рассказывать очень много о том, о чем не надо рассказывать вокруг такой товарищ. Более того, есть даже достаточно молодые, такие, ну вот до 21, 23 лет даже, товарищи, которые еще умудряются лезть в магию, когда им туда в целом не надо лезть. Когда у них туда в целом проход закрыт, но человек лезет. Им может, кстати, и другим навредить, и себе схлопотать. Более того, может навредить своей же семье. Скорее всего, у человека либо нет матери, либо очень серьезные какие-то проблемы в отношениях. То есть, они просто поругались, а прямо вот из области ты для меня умер. Ну, а ваш человек может сказать, что вы умный или умная, что вы вполне, скажем так, понимаете, что происходит. Скорее всего, человека, ну, скорее всего, про родственника какого-то у вас здесь идет речь. Это про родственника. Очень много может разговаривать, обсуждать или просить какой-то информации человек про деньги или просить совета в направлении финансового какого-то разрешения ситуации. Вот об этом тоже может идти речь. Может идти речь достаточно активно. Вот это может быть. И человек, знаете как, если ему деньги не дают, он может тут же перетекать в состояние какого-то негатива. Планируют, скорее всего, человек от вас свалить. Большого ущерба не нанесет, но, знаете как, на себя может что-то потратить, что вы давали ему. Тут какие-то ваши деньги слить в унитаз он все-таки может. Ну, например, вы что-то дали, там, допустим, человек собирает на обучение. Вы ему дали какие-то деньги, думали, он положит их на обучение. Оказывается, он пошел в клубе там через два дня с друзьями прогулял или там пошел себе купил чего-нибудь, там какой-нибудь телефон новый или еще что-то или одежду. То есть, вот здесь именно ненадежно ешь, что-то оно ложится. Не волнуйтесь, не переживайте. Особенно просто вам нужно понимать, что вы можете бояться, что если вы человеку что-то не дарите, не даете каких-то финансов, то это может отображаться негативно на вашем взаимодействии и коммуникации. Но на самом деле здесь вот карты опять же говорят о том, что вам нужно иногда просто успокоиться и суметь сэкономить свое время, силы, энергию, деньги в рамках общения с этим человеком. Не обязательно вы должны человеку что-то отдавать. Иногда, наоборот, для того, чтобы человек посмотрел на вас как на личность, вам стоит прекратить ему что-то давать финансовое и не воздействовать через финансовый аспект в позитивном ключе из области подкупов, таких, я вот тебе денежку дам и буду хорошая, так не делайте. Смотрите, здесь вот, причем, если вы какие-то некрасивые вещи делали вдвоем или там бывали в каких-то передрягах, об этом лучше особо не вспоминать и не рассказывать. То есть, чем меньше вы будете эту информацию выдавать вокруг себя, тем лучше это будет для вас. Пожалуй, это будет наиболее оптимальным вариантом. Ну что, друзья, соскучились ли вы по этим колодам, которые были, потому что, ну, захотелось почему-то пообщаться именно с этими колодами сегодня и какие варианты у вас в раскладе выпали, что же у вас получилось и есть ли вообще даже по вашему мнению в вашей жизни какой-то такой вот паршивый, нехороший товарищ и насколько вы интуитивно выбрали свою позицию, как у вас отыгралось. Всем удачи, благополучия, поменьше паршивцев рядом и побольше адекватных людей, с которыми вы хотели бы общаться. До встречи, всех благ!